Увеличить площадь жилфонда региона, построить дороги, отвечающие нормативным требованиям, повысить продолжительность жизни и снизить уровень безработицы в Ненецком округе. Основные направления бюджетной и налоговой политики представил в Рио главы региона Игорь Кошин. Он выступил с докладом о социально-экономическом положении в округе. По уровню развития экономики Ненецкий округ в числе лидеров наряду с Ханты-Мансийским автономным округом, Тюменской и Московской областями, Краснодарским краем и Республикой Татарстан. Так, среднедушевой доход населения на 2014 год составляет 70 213 рублей. Показатель средней заработной платы по региону 67 408 рублей. Впрочем, за трехлетний период социально-экономические показатели снизились, и нужно приложить максимум усилий, чтобы они вновь выросли, отметил глава региона. Теперь, когда полномочия из Архангельской области вернутся в Ненецкий округ, в первоочередном порядке нужно будет решить основные социально-экономические проблемы, такие как состояние дорог и жилищно-коммунальные инфраструктуры. Ситуацию с рабочими местами на производстве, а также развивать малую авиацию и традиционные виды деятельности. Теперь благополучие Ненецкого автономного округа полностью в наших руках, в том числе и вопросы инфраструктурного развития. И я уверен, что мы все вместе готовы нести ответственность за социально-экономическую ситуацию в нашем регионе. Мы совершенно четко понимаем, как нам планировать бюджет и какого результата мы хотим достигнуть. Договором установлена четкая и понятная система взаимоотношений между округом и областью, что особенно важно. Отметил глава региона и необходимость исполнения указов президента Владимира Путина. Так, основное внимание Игорь Кожин уделил реализации майских указов в части обеспечения доведения заработной платы педагогов дошкольных образовательных учреждений до средней зарплаты в сфере общего образования в регионе. Кроме того, Игорь Викторович дал поручение решить вопрос по увеличению средней зарплаты педагогов образовательных учреждений общего образования до средней зарплаты в регионе. Мне как образованцу очень больно, что до сих пор в режиме не выполняется указ президента по повышению заработной платы работников дошкольного образования. Это самые трогательные люди, самые терпеливые, самые искренние, потому что они работают с самыми маленькими детьми. И, конечно же, государство просто обязано им уделить это внимание. И, на мой взгляд, у нас возможности в регионе для этого есть. В сфере строительства автомобильных дорог тоже ожидаются перемены к лучшему. С января 2015 года округ получит возможность в полном объеме осуществлять дорожную деятельность в отношении дорог регионального и межмуниципального значения. Это позволит осуществить проекты, направленные на развитие транспортной системы региона. Так планируется строительство автомобильных дорог на Ринмар-Индига, объездной дороги на Ринмар-поселок Искателей. Ну и, наверное, не только предпринимателям, а и всем жителям округа, в том числе автомобилистам, будет интересно, что добились мы все-таки решения президента о продолжении строительства дороги. Марианмар-Усинск. Также одной из приоритетных задач развития Ненецкого округа глава региона поставил обеспечение жителей доступным благоустроенным жильем. Для решения этой задачи реализуется госпрограмма обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Ненецкого округа. Общий объем финансирования этой программы до 2024 года составляет около 15,5 миллиардов рублей. В 2014 году планируется ввести за счет всех источников финансирования 49 тысяч квадратных метров жилья. С 2015 года по 70 тысяч квадратных метров ежегодно. С учетом поддержки из окружного бюджета к 2020 году 4300 семей улучшат свои жилищные условия, отметил Игорь Кошин. К 2021 году на каждого жителя округа должно приходиться по 27,2 квадратных метров жилья.